Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Сегодня мусульмане отмечают Курман-Байрам со светлым праздником. Поздравляет глава Крачева-Черкесия Рашид Тимрезов. Это один из самых почитаемых праздников для приверженцев ислама, уходящий корнями в глубокую древность. Помимо этого, Курман-Байрам символизирует собой окончание хаджа. Этот праздник напоминает нам о ценностях, которые лежат в основе ислама, благочестия, милосердия, доброте и гуманности. Сегодня очень важно следовать этим общечеловеческим ценностям. Они являются залогом межнационального и межконфессионального согласия в обществе, служат примером духовного воспитания молодого поколения и укрепления семейных ценностей. В эти дни светлого праздника мы просим у Всевышнего крепкой веры, здоровья и благополучия. В честь мусульманского праздника Курман-Байрам в мечетях уже начались богослужения об истории и традициях праздника. И о том, как отмечают его в семье Кармовых, расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня главная соборная мечеть многолюдна. Жители республики собрались совершить праздничную молитву. Люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему. Все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось. И чтобы мы эти праздники постоянно проводили. Праздник является нам напоминанием о твердости веры пророка Ибрагима, когда Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаиля. Когда к обряду все было готово, Господь вознаградил пророка за преданность. Принял вместо сына в жертву барана. Стараемся к этому дню подойти с благими делами, с чистой душой, чтобы соседи, близкие, кто рядом с нами по работе, по улице, чтобы все были довольны. Делиться любовью и радостью в этот светлый праздник является жизненным кредом в семье Кармовых, проживающих в ауле Псыш. Так считает и 85-летняя Тайбат Хаджикармова. Она больше 40 лет проработала учителем в Псышской школе. После ухода на пенсию она посвятила себя религии. В 2007 году впервые совершила хадж. Она помогает в воспитании внучатых племянников, обучая их основам ислама и чтению Корана. Тайбат Хаджикармова активно оказывает помощь нуждающимся. Высшего праздника для мусульман нет. Я считаю, что это самый лучший праздник, потому что это богослужение и богоугодное дело. Курман режут для того, чтобы всех угощать. И бедных, а богатых, если богатых, он может внести, кому-то хорошее дело сделать. То, что я смогла, я свой урман отдала в детский лагерь в мусульманске. Поздравить с праздником Тайбат Хаджи приехал имам Аула Псыш Анзор Хаджи Абсов. За праздничным столом он пожелал ей крепкого здоровья и чтобы родные и близкие продолжали ей дарить тепло и радость. Сегодня мы должны поздравлять своих родственников, своих старших, соседей, всех, кого мы считаем своими братьями, сестрами. Другие религии, которые с нами рядом живут, пускай это русские, пускай другие. Мы должны в этот праздник, если даже есть какая-то обида между нами, мы должны прощать эти обиды. Дай Аллах, чтобы вот в эти светлые праздничные дни все наши молитвы были приняты. Курман-Байрам отмечается три дня. Мясо жертвенного животного принято раздавать соседям нуждающимся. Также верующие эти три дня ходят в гости, готовят угощения и дарят подарки. Али Ханепшоков, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В связи с празднованием Курман-Байрама глава Карачаева, Черкесия Рашид Семрезов подписал указ о нерабочем в дне 17 июня. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. На этой неделе в Доме правительства состоялась очередная сессия Народного собрания, на которой рассмотрели и утвердили ряд изменений в региональные законодательные акты, а также заслушали отчеты руководителей некоторых ведомств. Артур Мхц подробнее. Среди вопросов, которые рассмотрели на очередной сессии депутаты регионального парламента, изменения в законодательные акты об административных правонарушениях, гражданской и муниципальной службах, о физической культуре и спорте, охране окружающей среды. Также был заслушан отчет за прошлый год уполномоченного по правам ребенка в Карачае-Черкесии. В адрес уполномоченного поступило 320 обращений устных, письменных, через социальные сети и по электронной почте. Все обращения были рассмотрены, по всем обращениям были даны ответы и проведена соответствующая работа. Кроме того, поделилась тем, чем занимается институт уполномоченного по правам ребенка в текущем году. Это направление карты действий субъектовых региональных уполномоченных, которые мы совместно с органами исполнительной власти, правоохранителями отрабатываем. По словам Марии Алакаевой, обращения к уполномоченному в основном касались прав на образование, социальное страхование и обеспечение, а также право жить и воспитываться в семье. Депутаты положительно оценили работу руководителя аппарата. Также представители регионального народного собрания рассмотрели необходимость создания в Карачаево-Черкесии молодежного парламента, который будет состоять из примерно трех десятков человек и решать вопросы, беспокоящие молодых людей. Молодежный парламент в первую очередь может помочь тем, что они лучше нас, взрослых, знают, что нужно молодежи, как это надо принимать. Они работают и живут в другом мире, и они опережают, может быть, в каких-то моментах немножко нас, старшее поколение. Поэтому мы будем прислушиваться и совместно принимать те решения, которые необходимы нашей молодежи. Создание в Карачаево-Черкесии молодежного парламента ведется шагом навстречу желанию молодых людей участвовать в общественной, политической, культурной, спортивной жизни родной республики. Их мнение представители старшего поколения обещают учитывать при разработке тех или иных законодательных актов. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день медицинского работника. Уважаемых работников и ветеранов здравоохранения Карачаево-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Семрезов. Каждый из вас настоящий герой, сражающийся за жизнь и здоровье человека. Даже в самых сложных условиях вы продолжаете добросовестно выполнять свою работу, становясь надежной опорой для каждого, кто нуждается в поддержке. В Карачаево-Черкесии создана крепкая база для реализации новых программ и проектов в этом направлении. Мы уверены, вы и впредь будете также эффективно выполнять свою миссию. Благодарим вас за ваш бесценный труд. Учащиеся 11 класса средней школы номер один имени Байра Мукова-Карачаевска Лейла Ислам Кубанова представят нашу республику на престижных форумах. Лейла единственная из нашей республики прошла отбор на смену «Сириус» в Сочи. Это стало возможным благодаря конкурсу «Большие вызовы» и «Отличной учебе». А ее брат Ислам Кубанов в числе трех победителей поедет в Москву для участия во всероссийской телевизионной игре «Умники и умницы» с отличниками учебы и победителями многих Олимпиад. Встретилась наш корреспондент Бала Джазаева. Здравствуйте, ребята. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. Я знаю, что вы оба большие умницы. Лейла, наверное, начнем с тебя и вообще обо всем по порядку. Лейла, я знаю, что тебя отобрали на смену в центр «Сириус». И мне бы хотелось узнать, как ты проходила этот отбор и как ты участвовала в конкурсе «Большие вызовы». Что предшествовало тому, чтобы ты стала участником этого сезона? Да, я прошла единственная из республики. Прежде всего, мне надо было выбрать направление на сайте «Сириуса». Там предоставлено множество направлений. Каждый из будущих участников этого конкурса может найти себя в любом из них. Надо было выбрать направление, составить проект и зарегистрировать заявку на сайте «Сириуса». Дальше участники проходили на региональный этап «Больших вызовов». Там они защищали свои проекты перед экспертами. В дальнейшем они после того, как прошли этот этап, проходили тестирование. По итогу уже двух этих этапов «Ирбалы» суммировались, являлись победители-призеры. И уже они отправлялись на следующий этап «Сириус Сочи». Ислам, что касается тебя, тебя отобрали, выбрали во всероссийский проект телевизионный, который называется «Умники и умницы», всем известный. И тоже хотелось бы узнать, что предшествовало тому, чтобы ты прошел этот отбор. Ну, все началось еще в прошлом году, где-то осенью, когда заводчик моей школы мне рассказала об этом. Сначала я не хотел там участвовать, но, так сказать, добровольно-предудительном порядке она меня заставила там участвовать. Я поехал на отборочный тур. Мне там все очень понравилось, атмосфера, там очень много моих сверстников, которые тоже прям жаждали знаний. Там отборочный тур состоял из двух заданий. Это был тест на общую юридицию и конкурс красноречия. Я успешно прошел отбор и попал в четвертьфинал «Агонистом». В четвертьфинале, к сожалению, «Агуми» я не выиграл, но по орденам я прошел в полуфинал. В полуфинале я уже выиграл «Агон». В финале «Агон» я не выиграл, но я стал победителем за счет своего количества орденов. Ребята, я бы хотела узнать, кто вам привил любовь к учебе. Ведь сейчас дети совершенно не хотят учиться, они считают, что есть все в интернете, им это неинтересно. Хотя мы понимаем, что базовые знания люди получают в школе. Расскажите, кто вам привил любовь к учебе. Мне кажется, это прежде всего потому, что наша мама всегда говорила нам, что знание – это самое нужное, что может получить человек, самое важное. Оно никогда не обесценится. Знания всегда дают человеку свободу, гарантии и позволяют ему узнать, что у него есть свое место в жизни. И если у него будет достаточно большой багаж знаний, он никогда не останется где-то на, скажем, обочине своей судьбы. Думаю, именно поэтому мы очень сильно и очень серьезно относимся к обучению. Мы думаем, что также на это повлияло то, что в нашей школе все преподаватели всегда не только очень строгие и требовательные. Они также очень хорошо знают свой предмет, и в любой ситуации они всегда могут тебя замотивировать и настроить на тот вклад, который тебе помогает работать. Например, каждый преподаватель всегда был заинтересован в той деятельности, в которой мы участвовали помимо общего школьного процесса. Каждый из них был заинтересован, каждый из них поддерживал, и это очень сильно подкупает и мотивирует тебя дальше участвовать в подобных конкурсах. Ну, действительно, у нас учителя прям живут нашими успехами, они очень рады, когда мы что-то выигрываем. Но если копнуть глубже, мне кажется, это привела мне бабушка, любовь к учебе. Она, так сказать, старые закалки не признает каких-либо технологий, вот эти новые идеи, то, что знания не нужны, все есть в интернете, зачем она это вообще не признает. Честно говоря, немного я поучал даже в детстве, когда я пытался как-то увильнуть от учебы. Но сейчас я понял, что она была действительно права, это очень полезно. И сейчас, как ученые выделяют переход от индустриального общества к постиндустриальному, то есть знания выходят на передний план, а физическая подготовка, она как бы немного уступает им место. То есть как бы сейчас знания, как сейчас, знания не ценились никогда на этом свете вообще. А как можно человека привлечь к учебе? Как? Вот ты говоришь, бабушка не признает, она меня научила, а дети же не хотят все равно. Как их мотивировать, на твой взгляд? Ну, с детьми надо прежде всего общаться. Дети любят играть, как бы посадить за стол и положить учебник и сказать «учи», из этого ничего хорошего не выйдет. Надо прежде всего заинтересовать. Вот моя бабушка, она преподавала на психологическом факультете, насколько я помню. Очень хорошо разбирается в психологии людей и в психологии детей в том числе. И то есть как бы если детей заинтересовать, привить им любовь к учебе, то это будет тянуться на всю их оставшуюся жизнь. А если просто так, так сказать, учить, а не способствовать этому, как бы не давать толчок, то ничего опутного из этого не выйдет никак. Насколько я знаю, вы прошли курсы программирования, проектной деятельности. Насколько это вам помогает в жизни? Прошлым летом был реализован грантовый проект «Киберпик». В рамках этого проекта нас учат готовить проекты к подобным конкурсам, а также готовят на различные направления касательно программирования. Некоторые дети помладше учатся сам АЗАМ, а дети постарше могут уже участвовать напрямую в реализации проекта. Ислам, а чему вот лично ты научился на этих курсах по программированию и проектной деятельности, да? Да. Расскажи. Очень многому я там научился. Прежде всего, я погрузился в современный мир, это мир инноваций и технологий. Также я научился правильно распределять свое время, то есть это не только там, как бы, взаимодействие с компьютером, это также помогает правильно распределять время, то есть тайм-менеджмент, как сейчас мутно говорить. Это все очень сильно помогло в будущем, так как я смог правильно распределять время. В частности, программа, которая проводилась в образовательном центре «Спутник», она проводилась две недели, это был интенсив, очень мне помогло. Я освоил АЗАМ языкопрограммирования Python, разработал собственную игру, попробовал себя в направлении проектов, но потом я понял, что это, как бы, не совсем мое, и меня больше привлекают гуманитарные науки, и пошел уже на умник-умнице, там у меня все прекрасно получается, и я теперь двигаюсь в этом направлении. Ну, если говорить о ваших любимых направлениях, конечно, я не могу не спросить у вас, какие у вас любимые предметы, как вы учитесь в школе? Ну, я отличник, закончил девятый класс на аттестат, сейчас иду на красный аттестат, сейчас иду на золотую медаль. Касательно любимого направления я точно не могу сказать, потому что я утром просыпаюсь с твердым намерением стать лучшим врачом в этом мире, за обедом я уже хочу стать лучшим программистом, а засыпаю и думаю, что быть чабаном и пасти барашек – это тоже очень хорошее дело. Поэтому точно не могу сказать, я люблю все предметы, очень, все мне очень нравится, конечно, любимый предмет – это физкультура у меня. Я уже выбрала для себя направление техническое, мне очень нравятся такие предметы, как математика, информатика. К сожалению, я не очень хорошо разбираюсь и люблю физику, но зато я считаю, что очень важно разбираться в биологии, потому что большинство новейших технологий сейчас связаны именно со стыком наук биологии и информатики. Мне бы хотелось у вас, у обоих узнать, какую цель вы видите свою как личности, какую цель преследуете, каким видите свое будущее. Самая главная цель – это привнести в этот мир, мир, привнести в этот мир что-то новое, что-то полезное и оставить после себя след, чтобы меня вспоминали и говорили, что я не просто так живу, что-то испортиваю или что-то еще, а то, что я действительно внес в лепту развитие этого мира. Мне кажется, самой главной целью, которую я для себя выделяю, это является все-таки стать сформировавшейся, возможно, в некотором городе выдающейся и состоявшейся личностью, которая может точно знать, в какой сфере и где ограничивает свою способность, и на что она может повлиять, и тем самым стать очень крепким, возможно, не фундаментальным, все-таки надежным предпечем общества, которое выстраивается в нашей стране. Лейла, Ислам, я благодарю вас за участие в нашей программе, и, конечно, я желаю вам огромных успехов в жизни и вашей будущей профессии. Спасибо. Творчество Александра Сергеевича Пушкина в современном культурном пространстве России и зарубежья. В Кочегу имени Умара Лиева прошла региональная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 225-летию со дня рождения великого поэта Алла Кочиева. Подробнее. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем важный и значимый для нашего университета, не только для нашего университета, но и для 140 миллионов россиян, для 280 миллионов людей, которые обучались в Советском Союзе, и многих миллионов, которые живут в дальнем зарубежье и знают русскую культуру, Советский Союз и Российскую Федерацию. Мы сегодня отмечаем юбилей большого друга нашего Карачаево-Черкесского государственного университета. Его имя звучит уже 85 лет. Стадия основания нашего университета, стадия основания первого факультета, факультета филологии в стенах нашего Карачаево-Черкесского государственного университета. Пушкин, который нам с малых лет принес звуки русского, великого русского языка, государственного языка, языка межнационального общения народов Российской Федерации, но еще и это путь к постижению языка, путь к постижению кода мировой цивилизации, культуры, к которому мы приобщены через русский язык, через язык Пушкина. Многие произведения Александра Сергеевича Пушкина занимают почетное место в Золотом фонде мировой культуры, переводятся на множество языков и изучаются в учебных заведениях по всему миру. Театр, кинематограф, живопись, культура и другие формы искусства не перестают находить вдохновение и творить на основе его произведений. Карачаево-Черкесский госуниверситет имени Умара Лиева ежегодно проводит Пушкинский фестиваль. Сегодняшнее наше мероприятие – это уже завершение фестиваля, это литературно-музыкальный праздник, где были подведены все итоги, пели, исполнялись стихи и романсы Александра Сергеевича Пушкина, проводилась викторина. И вот я думаю, что вот был специально подготовлен столик, это в гостях у Пушкина, это пьем чай. Вот очень так мы постарались подобрать все, что любил к чаю Пушкин, но я думаю, что праздник удался. И на заключительном мероприятии наградили авторов лучших докладов. В этом году фестиваль посвящен 225-летию великого поэта и проходил несколько этапов. Это пушкинский диктант, регионально-научно-практическая конференция и конкурс чтецов. Школьники, студенты и жители Карачаевска с удовольствием представили произведение русского классика. Я памятник себе воздвиг, не рухотворный, К нему не возрастет народная тропа, Воснесся выше он, во вою непокурных, Александрийского столба. Я, сусинья, моря, Я моря, классный, Я, сусинья, Поверь, Куча, Клебедь, Белая, Свойства зеркальца имела, Говорить оно умело, С ним одним она была, Добродушна, весела, С ним приветливо шутила, И красуясь, говорила. Свету зеркальца скажи, Да всю правду доложи, Я на свете всех милее, Всех румяней и белее. Ей зеркальца в ответ, Ты прекрасна, Спору нет, Ты царица всех милее, Всех румяней и белее. Студенческая научно-практическая конференция Творчества Александра Сергеевича Пушкина В современном культурном пространстве России и зарубежья Прошла при поддержке Рескома КПРФ по республике. На пленарном заседании были заслушаны интересные доклады. В рамках секции номера один Творчества Александра Сергеевича В новом культурологическом контексте Были представлены интересные исследования О влиянии творчества поэта На современное искусство и литературу. А во второй секции Александр Сергеевич Пушкин и русский язык Были подняты важные вопросы О языковых особенностях поэтического стиля Пушкина И его вкладе в развитие русского языка. Не могу сказать, что нынешняя молодежь Не интересуется литературой, в том числе и Пушкином Все сверстники, все мои сверстники, которых я знаю Наоборот, углубляются в культуру Особенно в Пушкина Потому что его творчество Заложило основу всему остальному То есть он сделал вот этот вот самый первый сложный шаг Он вывел в массу русский язык Он популяризировал его Не могу сказать, что опять повторить слова Вот эти банальные Пушкин – наше все Но действительно Пушкин – наше все Организация подобных научно-практических конференций Играет важную роль в академической жизни студенческого сообщества Способствует обмену знаниями и опытом А также стимулирует студентов к научным исследованиям Участники получили ценный опыт А слушатели смогли погрузиться в мир творчества великого поэта И задуматься над его актуальностью в современном мире Алла Качива, Алихан Лепшоков, Хаджимурат Салпагаров Вести Карачева, Черкесия, Карачаевск Яркие эмоции, незабываемая атмосфера Ощущение сказки наяву и возможность ненадолго вернуться в детство Все это вкупе можно прочувствовать под сводом Кисловодского цирка В котором сейчас представлен уникальный аттракцион С участием самых грациозных и величественных кошек в мире – львицы-тигров Силу Рыка, родом из Дикой Саванны, испытали на себе зрители представления Среди которых оказалась и Фатима Даурова Вот прозвенел звонок, оповещающий о начале путешествия в мир феерического шоу Белое пушистое облако из дрессированных собачек завладело вниманием зрителей с первой секунды Их веселый, задорный номер вызвал первые улыбки на лицах малышей и их родителей А воздушная гимнастка Любовь Улянкина, покорившая сердца многих зрителей зарубежных стран Заставилась замереть весь зрительский зал в созерцании неповторимой грации и красоты Она бесстрашно бросила вызов гравитации, паря под куполом арены и вплетая замысловатую хореографию в воздух А жонглер, как мастер своего дела, продемонстрировал ловкость рук, доведенных до совершенства Которое вызвало у зрителя ощущение невесомости и исполнения Волшебный мир наяву преподнес залу и экзотическую красоту величественных птиц С ловкостью заменивших крылья на педаль мини-велосипедов И великолепную дрессуру обезьян и пони Которые заворожили зрителя сочетанием акробатических элементов с профессиональным умением наездничества Но попробуйте рассмешить полный зал Веселый клоун без особых усилий втягивал зрителя в свой мир юмора Тонко взаимодействуя с каждым человеком, маленьким или взрослым Последние смеялись во весь голос, совсем как в далеком детстве Парад велофигуристов под руководством Леонида Ткаченко единственный номер в России, уникальный в своем роде Где артисты цирка показывают мастерство владения жанром, исполняя завораживающие трюки фигурной езды И вот после антракта на манеже Кисловодского цирка легендарный аттракцион «Империя львиц» Увлекательное представление с участием самых опасных хищников планеты – львиц и тигров Животные под руководством Виталия Смоленца, единственного в мире дрессировщика, который выступает на протезах Получившего все призы Всемирного фестиваля циркового искусства Зрители стали свидетелем того, как львица спокойно села кусок мяса изо рта дрессировщика И только заслуженное человеком доверие перед хищником обеспечивает безукоризненное исполнение номера Вершина мастерства, я считаю, это подача номера, когда он легко смотрится, когда он легко идет И когда вызывают у зрителей, что тут ничего сложного нет, это и есть вершина аттракциона Программа просто захватывающая Фейерверк эмоций, грации, пластики Необыкновенная дрессура Приходите в Кисловодский цирк Мир цирка наполнен чудесной мечтой, которую предлагает Кисловодский цирк Ждущий больших и маленьких зрителей на захватывающее представление А те, кто его уже посмотрел, пожелали крепкого здоровья Самому мужественному, целеустремленному и сильному дрессировщику в мире Добрый молодец, свет Иванович Доброе здравие, доброе здравие Фатима Дурова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии Какой будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентного службы информации Всего вам доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok